Евгений Печуев снова избран председателем Тверской городской думы. Таков, пожалуй, главный итог первого заседания муниципального парламента 9-го созыва, которое состоялось во вторник 20 сентября. Подробности в нашем первом материале выпуска. Традиционно первое заседание нового состава любого муниципального парламента посещает много высоких гостей. В Твери новоизбранных депутатов пришли поздравить глава областного центра Алексей Огоньков, федеральный инспектор по региону Сергей Свитин, председатель ТИК Московского района Оксана Бабкина, коллеги из законодательного собрания. Я действительно сейчас искренне хочу поздравить тех коллег, которые уже работали. Я хочу поздравить тех коллег, которые впервые сюда пришли. Пожелать вам активной работы, не бояться принимать сложные решения и брать за них ответственность. Вот это я хочу вам пожелать. А так, добрый путь вам. Спасибо. Среди тех, кто имеет колоссальный опыт парламентской работы Екатерина Глебова, она отмечает, что нынешняя Дума существенно изменилась. Депутаты снова избраны только по одномандатным округам. Это более ответственная будет Дума в силу того, что мандатник, он закреплен за округом, а по партийному списку это партийный список, это целый город. И как бы тут трудно было депутату отвечать в то же время. Вот. Я думаю, вот эта система должна себя показать с лучшей стороны. А Роман Ростовцев в этот день впервые в жизни сидел в депутатском кресле. Однако он уже хорошо знает, с чего начнет. Профессор Российской академии наук, он хорошо знаком с такой проблемой, как отток молодых специалистов в большие города. Напомню, что всего в нынешней Думе теперь вместо 33 будет 25 депутатов. Около четверти из них, как и Роман Ростовцев, впервые получили удостоверение парламентария. Евгений Печуев, которого снова избрали председателем, считает оптимальным такое сочетание. 75% ветеранов, а остальные новички. Плавный переход, он очень важен, потому что депутаты, которые вновь пришли для работы в Тверскую городскую думу, им надо еще какое-то время понять работу депутата, определиться с своими направлениями, предпочтениями работы в комитетах. Поэтому старшие депутаты, которые уже не первый год, но уже работали не один созыв некоторый, они помогут новым депутатам быстрее адаптироваться. Также во вторник депутаты внесли изменения в регламент. Муниципальный парламент пополняется еще одним комитетом по молодежной политике, вопросам культуры и спорта. Кроме того, на первом заседании было зарегистрировано депутатское объединение политической партии «Единая Россия» в Тверской городской думе. Его возглавил Сергей Козлов. Теперь народным избранникам остается сформировать состав постоянных комитетов, чтобы в начале октября приступить к полноценной работе.